Действительно, по планам Минздрава Алтайского края в конце марта должны были запустить целый ряд отделений ДАРА. В частности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и Центр охраны семьи и репродукции. Но убедиться в этом другим СМИ Алтайского края не удалось. Наши новости запросили разрешение на съемку новых отделений перинатального центра. Однако в официальном ответе Минздрава за подписью министра Ирины Долговой наши телекомпании сообщили, что не могут организовать посещение ДАРА. Причина – подъем заболеваемости ОРВИ, а возможности съемок нас обещали оповестить дополнительно. Ответ выглядит вполне правдоподобно, но примечателен тот факт, что ровно за день до такого ответа Минздрава нашим новостям перинатальный центр ДАР посетила съемочная группа другого краевого телеканала. Она и рассказала о запуске якобы всех отделений и учреждения. Убедиться в этом же нам не дали. Возможно, по мнению чиновников, занести вирус ОРВИ в медучреждения может только наш телеканал. Впрочем, нашу телекомпанию все же допустили до участия в пресс-конференции Краевого Минздрава, которая состоялась сегодня. Мероприятие было посвящено системе родовспоможения в регионе. Одним из самых остро обсуждаемых вопросов стало сокращение роддомов и родильных отделений в ряде территорий Алтайского края. Так, ранее мы сообщали, что сокращаются места в Бийске, Славгороде, Камни на Оби, Новоалтайске и других муниципалитетах. С информацией об этом в нашу редакцию обращались роженицы и медперсонал учреждений. Главный врач перинатального центра ДАР Ирина Молчанова и замминистра здравоохранения Вера Ушанова на вопрос, сколько же мест по краю будет сокращено, ответа не дали. Вместо этого они объяснили новый подход к работе, который теперь применяется в системе родовспоможения. Забудьте слово койки. Их не существует. Вы можете 10 койок поставить, можете 20 койок поставить. Мы говорим сегодня о тех объемах медицинской помощи, которые необходимы для оказания на этом уровне пациентам. И не более того, если нет востребованности оказания медицинской помощи на этом уровне, нам такие объемы не нужны. Если она поступила в лечебное учреждение, мы там ожидали одну беременную, а их поступило 10, так в 7-10 будет оказана медицинская помощь. То есть вопрос идет о людях, а не о койках.